Всем привет! В эфире программа новостей Берсик и Русик. Что нового произошло за эти несколько дней? Шутка. На самом деле просто мы хотим рассказать, что у нас происходит. Я вообще еще прикладывалась, сидела. Ну ладно, всем привет. Мы немножко пропали, именно во влоговом формате, потому что у нас в принципе... Ничего не происходит. Ничего не происходит. У нас сейчас день сурка, мы сейчас снимаем, монтируем, мы вошли в ритм. Мы снимали уже кучу роликов на канал Берс Ревью, но все еще не можем их демонтировать. Но если вы хотите следить за моей жизнью, за нашей жизнью, то подписывайтесь на мой инстаграм Days of Bers, потому что я стала там каждый день выкладывать сториз с утра до вечера. Можете проводить со мной денечек. Те, кто подписан, конечно, в курсе, какие события все-таки происходят у нас. Но сегодня мы вам что-нибудь расскажем. В квартире у нас ничего нового пока не произошло, поэтому мы здесь ничего не снимаем. Ремонт у нас приостановился, расстановка всякой новой мебели, техники у нас тоже пока ничего нового не появилось. Поэтому тут нам рассказать вам нечего. На этом наши полномочия и все. Но произошли некоторые изменения в жизни Наташи. Ой, сейчас все подумают что-то. На самом деле я сходила просто ко врачам, начала тихоньку заниматься там здоровьишком своим. Начала отбеливать зубы, потому что мне многие стали писать на канале Берс Ревью, что зубы-то у меня желтые. Да мы, кстати, сами начали замечать. Все, я забрала капы, сегодняшнюю ночь я начну их ставить себе вместе с отбеливающим гелем. И это значит, что с завтрашнего дня мне нельзя красящие фрукты, красящие овощи, чай, кофе, какой-либо алкоголь. Короче, сегодня надо кофе напиться и чай. Иногда комментарии бывают конструктивные. Мы, конечно же, читаем, и если комментарий конструктивный, и мы правда замечаем то, что все-таки зубы что-то желтеют. Вот оказалось все не так страшно, это можно исправить. Наташа сейчас этим занимается. Расскажи. У меня, кстати, было предубеждение, что отбеливать зубы это очень вредно. Но в итоге я обратилась к своему врачу. Мы все это обсудили. Он сказал, что это можно сделать безвредно. Просто по факту окрасить зубы в белый цвет. Делается это не за одну процедуру. Поэтому сейчас я нахожусь только в процессе. Но мне кажется, уже улыбочка стала побелее. Я на ночь ставлю себе капы на верхнюю и нижнюю челюсть. И кладу в них гель отбеливающий. Сейчас покажу свои шприцы и капы. Это реально два шприца. В одном из них отбеливающее средство. Во втором обезболивание. Потому что, оказывается, отбеливать зубы это больно. Обезболивание теоретически может и не понадобится. Но у меня чувствительные зубы и мне, честно говоря, страшно. Потому что врач сказал, что ночью стреляющая боль может даже ночью появиться внезапно. Короче, я немножко переживаю из-за всего этого. Такие дела. Пожелайте мне удачи. Я надеюсь, я не зря во все это в приклассе. И мои зубы станут действительно намного белее. Кстати, я думаю, надо сфоткать мне до, чтобы потом показать вам после. Вот они желтенькие. И вот так каждую ночь. Пока что только две ночи. Но продлится это еще полторы недели. И я буду сиять с белозубой улыбочкой. Вот. Так что все не так страшно. Единственное, мне сейчас нельзя кушать красящие продукты. Поэтому я соблюдаю диету. Ну что ж, начинается моя эпопея с едой, которая не окрашивает зубы. И на завтрак у меня рисовая каша на молоке. Также мне можно кушать рыбу, белое мясо, то есть курицу. Мне можно макароны, хлебобулочные изделия, бананы, крупы. Короче, жить можно. Вот так выглядит мой завтрак. Йогурт, запеканка, банан. Короче, грушу не можно, поэтому йогурт с грушей. А вот и мой супервкусный светленький обед. Это куриный бульон. Ну, куриный супчик. А это салат из китайской капусты, белой фасоли и огурцов со сметанкой. А это мой ужин. Перловка, которую я, кстати, раньше не ела. Ну, такое. С маслом было бы вкуснее. Еда у меня сейчас очень белая. Ну, на самом деле, там не обязательно светлую еду. Можно еще что-то. Но я первые два дня прям совсем предостерегаюсь. Ем только светлое, чтобы ничего не испортить. Такая вот светлая диета у Наташи получается. Да. А сегодня я забылась и накрасила зубы. Ой. Накрасила губы. Очень ярким блеском, помадой. И это очень опасно. Потому что, вы знаете, отпечатывается очень часто помада на зубах. У меня в том числе такие были казусы. И если отпечатывается на мои зубы, сейчас это будет провал. Потому что они очень чувствительные. Они сейчас побаливают, впитывают в цвет. И я могла бы навсегда остаться... С розовыми зубами. Да, я словила панику, смыла все это быстро. Вот, такие дела. Это первое. То есть, скорее всего, я скоро перестану раздражать своих подписчиков желтыми зубами. Ну, тех, кого раздражало. То есть, это же не все писали такие комментарии. Я рада. Я рада, что меня сподвигли на это. Потому что я сама сейчас хожу, смотрю в зеркало. И очень мне приятно видеть такой цвет зубов. Это красиво. Вот. А второе. Я сходила к аллергологу по поводу того, что у меня аллергия на цветение. Оно приближается. И я хочу как-то, чтобы мне было проще все это пережить. Мне прописали курс. Но помимо этого я узнала, что помимо аллергии на цветение... Точнее, из нее вытекают пищевые аллергии. И мне дали список продуктов, которые мне нельзя. Иду от аллерголога. Немного расстроенная. Из-за моей аллергии на пыльцу мне нельзя кучу всяких продуктов. То есть это связано с пищевой аллергией. Орехи, ягоды. Все, что растет на деревьях. Яблоки, абрикосы. Короче, жечь. Причем на некоторые вещи, типа морковь и так далее, ягоды, я уже чувствую аллергию. На некоторые я еще не чувствую. Но это не значит, что это мне можно есть. То есть в перспективе аллергия может появиться. И мне уже сейчас нельзя это есть. Вот так выглядит список того, что мне нельзя. То, что обведено ручкой. То есть мед, яблоки. Ну, короче, видите, всякие фрукты, овощи. Кабачки мне можно. Спасибо и на том. Это ужасно. Мне Наташу очень жалко в этом плане. Да, это печаль. Меня тоже это очень расстроило. Потому что много чего Наташи теперь нельзя. Ну, как бы это и давно нельзя было, как оказалось. Ну да, я, конечно, это ела, чуть-чуть чувствовала дискомфорт. Если кто-то не знает вообще, как проявляется пищевая аллергия, я раньше думала, что это такое, что ты съел, тебе плохо и ты чуть ли не при смерти. На самом деле это не так. Некоторые продукты просто вызывают жжение на губах, губы чуть-чуть опухают, немножко дискомфорт в горле. И на данный момент у меня такое есть от орехов, от яблок, от черешни, от абрикосов. Ну, в общем, список очень грустный. Экзотические фрукты. Джекфрут мы уже давно заметили, что у Наташи бурная реакция на него. От джекфрута у меня даже хуже, чем от остального. То есть от джекфрута у меня даже практически отек к винке. Это когда горло опухает. Так что его я больше не буду кушать. Но у меня нет аллергии на манго. А из обычных фруктов, которые в нашей полосе есть, у меня нет аллергии на цитрусовые и на бананы. Теперь Наташа сидит на бананчиках и на апельсинах, на мандаринах, на помыле. Что еще тебе там можно? На помыле, ну все. На этом все. Нет, еще этот горький, как он называется. Скрейфрут я вообще не люблю. Ну, в общем, я для себя решила, что, конечно, иногда, когда очень хочется, я буду там нарушать что-то кушать. Но так, чтобы прям насладиться морковным шейком, мне это уже не светит. Вот, в общем-то, грустно получается. Так, живешь-живешь, кушаешь, тебе нравятся эти фрукты, а потом тебе в один прекрасный день говорят, а их вам нельзя кушать. Я еще фундук очень люблю, его тоже нельзя. Даже картошку мне нельзя. Но когда я опубликовала в сторис список, все такие, что, картошка? Но на самом деле не так все страшно. Картошку можно в приготовленном виде. Ну, она, в принципе, ее сыруть-то никто не ест. Поэтому нормально, с картошкой все хорошо. Мне в детстве, кстати, нравилась сырая картошка. Странный просто. Ну, когда картошку чистят, бабушка или мама, я подходил там, дайте кусочек покушать. Она же крахмальная, она невкусная. Не знаю, мне нравилась. Ну, мне подписчики пишут, что аллергия на сырую картошку – это не бредни, это бывает. То есть девушка писала, что она просит мужа чистить картошку, потому что у нее возникает аллергия, вот когда она ее чистит. Потом муж, они ее даже отмачивают, потом готовят, потом только ей уже ок. Вот такие новости. Еще из новостей. Шарики до сих пор висят. Такие, знаешь, бытовые. Кстати, у меня в Инстаграме реально прям вот бытовуха. И, ну, людям нравится, и мне нравится с вами делиться, поэтому подписывайтесь, да. Шарики до сих пор висят с 23 февраля. Поскольку сейчас мы записываем это видео, сегодня 14 марта, уже скоро будет месяц, как висят шарики. Я удивлен. Ни один не упал. Ни один, Карл, вообще. Ну, нам повезло с компанией. Вот, в общем, сюда мы решили не выкладывать прям такую бытовуху, что мы встали, позавтракали, пошли монтировать. Вот зубы мои желтые. Это как мне написали, что тебе не стыдно показывать зубы, это так противно. Я такая думаю, блин, ну они же не грязные у меня. Я просто хотела показать до, ну, как бы, чтобы понимали, да, как будет проходить процесс. А мне вот писали, что как тебе не стыдно. В общем, это все есть в Инстаграме, на Ютубе нам кажется, что это будет максимально скучно, поэтому здесь мы, наверное, будем показывать только процессы преображения нашей квартиры, какие-то наши поездки, какие-то мероприятия. И кухинги, наверное, если что-то еще приготовить. Ну, это все равно, это тематические видео, которые, конечно же, мы вам покажем. А для всего остального есть сторис в Инстаграме. Ну, если Наташа не надоест, то есть тут непонятно. Она вроде сейчас такая загорелась, такая выкладывает частенько, но мы не знаем, насколько ее хватит. Ну, зависит от настроения, когда плохое настроение не хочется. Но пока что я держусь, настроение хорошее. Русик, работай над этим, чтобы у меня было хорошее настроение, чтобы я много постила. Я буду стараться, наверное, возможно. Буду тебе показывать мемасики, будет хорошее настроение. Рус, кстати, часто присылает мне мемасики в Телеграм. С котиками, я просто знаю, что Наташа любит мемасики с котиками и их отправляет. Очень часто. У нас активный чат, кстати, в Телеграме. Мы в разных комнатах и чисто мемасы летают с котятами и гифки. Все, пожалуй, да, на этом все. На этом все, выпуск новостей закончен. Пойду съем яблочко на фоне. Яблочками взять, яблочками, бананчик кушай. Все, всем пока. Спасибо, что посмотрели. Пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите что-нибудь в комментарии, мы всегда обязательно почитаем. И все, увидимся, надеюсь, скоро. Мы по вам скучаем. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...